ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, меня зовут Гаджет. Я инспектор Гаджет. А вот это мой внутренний голос. Всем привет. Для начала, друзья, давайте разберёмся с одним очень деликатным вопросом. Смотрите, что я нашёл, копаясь у голоса в кармане куртки. Что-то уж больно смакивает на губную помаду. Как будешь отмазываться? Скажешь, что нашёл? Или, может, девушка любимая оставила? Гаджет, ты дебил. Это мышка. Конечно, мышка. Ты так свою пассию называешь? Моя мышка. Обычная оптическая беспроводная мышь. Да ладно! Выпутался, гад. Давай первый обзор. Мышка. Sony Ericsson V980. Ещё один мобильный Walkman. Внешне труба выглядит как-то простецки. Конструкторы использовали более традиционный форм-фактор – раскладушка. Телефон сделан из довольно прочного пластика, хотя, похоже, он немного царапается. Качество сборки в целом хорошее. На внешнем экране отображается состояние телефона. Под дисплеем три кнопки для быстрого управления плеером. Открываем. Видим здоровенные круглые кнопки с цифрами и круглые клавиши управления. Непонятно, почему они так полюбились дизайнерам Sony Ericsson, но в работе они достаточно удобны. Основное достоинство телефона – качественный звук. С ним музыка зазвучит так, как она должна звучать. Примерно так рекламируется этот аппарат. Звучок и правда хороший. Ясные высокие частоты, реалистичная передача звукового ландшафта, глубокие басы, без дребезжания даже на максимальной громкости. Наушники, входящие в комплект, на удивление приличные. В аппарате имеется FM-передатчик и FM-приемник, конечно, тоже. Ну и всякие прочие штуки, приличествующие современному мультимедийному телефону. От 3-мегапиксельные камеры до браузера и RSS-каналов. Емкость памяти 8 гигабайт, так что с хранением музыкальной коллекции проблем не предвидится. А стоит он около 15 тысяч рублей. Голос! А почему ты не сказал о том, что этот телефон, который стоит 15 тысяч, я подчеркиваю, 15 тысяч! Уж очень тормозит, а? Конъюнктурщик! Извини, я исправлюсь. Справляйся! Ноутбук Samsung R560BS02RU. Мощный ноут, который разрабатывался специально для геймеров и графических дизайнеров. Несмотря на темную гамму, он не выглядит мрачно. Бордовая отделка переднего торца оживляет дизайн. Плюс темная окантовка экрана не отвлекает периферийное зрение, позволяя полностью сосредоточиться на картинке дисплея. Корпус глянцевый, сделан из прочного пластика, устойчивого к царапинам. А вот заляпать его довольно легко. Экран отличный! Четкий, ясный, огромный. 15,5 дюймов. С одной стороны он обеспечивает комфорт при работе или в играх, с другой ноут все еще остается именно мобильным компьютером. Клавиатура тоже интересная. Возле клавиш стрелок размещаются две дополнительные кнопки, фанкшн и домик. В обычной жизни функции вполне очевидны, а вот в играх на них можно навесить дополнительные команды, которые всегда будут на кончиках пальцев. В целом клавиатура приятная. Не дребезжит, не прогибается, даже если по ней начинаешь долбить. Но главное – начинка. Система построена на базе платформы Sentryno. Оснащается процессором Core 2 Duo P8400, 3 гигабайтами оперативной памяти DDR3 и видеоадаптером NVIDIA GeForce 9600 MGS с 256 мегабайтами. В такой конфигурации он легко справляется и со спецэффектами Windows Vista, и с играми, и с системами трехмерного проектирования. Набор портов и разъемов типичен для высококлассного современного ноута. Три USB, отсек экспресс-карт, модем, наушники и прочее. Особо стоит отметить наличие HDMI. С его помощью ноутбук можно подключать к плазме и другим устройствам для вывода картинки высокой четкости. Емкость жесткого диска 160 гигабайт. Есть сетевой адаптер для обычной и беспроводной сети, Bluetooth 2.0, встроенная видеокамера, семиформатный карт-ридер и DVD-привод. И самое главное, как и все новые ноутбуки Samsung, в R560 имеется самая прикольная фирменная фича – антибактериальное покрытие Silver Nano. Как известно, на среднестатистической клавиатуре скапливается столько же бактерий, сколько под ободком унитаза. Но только не на ноутбуках Samsung. В общем, классный ноут. И цена вполне разумная. Около 32 тысяч рублей. За трехгиговый аппарат на Sentryna 2 не так и много. Ох, чую, настало время СТГ. О, хе-хе-хе, точно. На этой неделе аж два устройства пополнили рейтинг самых тупых гаджетов. Причем интересно, что они вроде как не то чтобы очень тупые, они просто ненужные. Для начала позвольте познакомить вас с кисометром. Эта штука измеряет свежесть вашего дыхания. Но за 30 баксов, что за нее просят, я могу себе столько жеватель или пасты напокупать, что рациональность приобретения этого гаджета стремится к нулю. Номер два. Яйцежарка. Вещь, конечно, прикольная, но нафиг она нужна. Если только на подарок кому. Голос, чё кому ставим? Кисометру 6, яйцежарки 4. Поддерживаю. Продолжим обзоры. Ага. Поехали. Поддельная Nokia. В Москве этот аппарат можно встретить под... Так, стоп-обзор. Я чё тебе сказал? Передачи? Никаких подделок. Понял? Понял. Исправишься? Исправляюсь. Ухожу. Уходи. Ушел. Nokia E71. Аппарат сделан в форм-факторе моноблок с кверти-клавиатурой. Под экраном, вытянутым по горизонтали, располагается клавиатура с крупными и хорошо различимыми на ощупь клавишами. Клавка вполне удобная, хотя некоторые русские буквы приходится вводить нажатием комбинаций клавиш. Корпус в основе своей изготовлен из нержавеющей стали. Предлагается две цветовых гаммы. Серо-стальной и белый металл. Он отделан вставками из темного пластика. Впечатление чуть портит крупная сетка, закрывающая динамик. Непрактично это. Через такую сетку легко проникает пыль и мусор, если телефон носить в кармане. Экран неплохой. Формат немного непривычен для пользователей обычных смартфонов, но работать с ним удобно. Дисплей яркий, с достаточно высоким разрешением. Текст на нем выглядит четким и ясным. Главное жизненное предназначение Nokia E71 – работа с электронной почтой и интернетом. В то же время это смартфон, а значит функциональность почти не ограничена. Достаточно просто установить соответствующие программы. Впрочем, в комплект входит довольно много ПО. В том числе модули для работы с картами, музыкой и мультимедиа. Фига-эсклюзительница. Так, 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 стоп, обзор. Эээ, куда забираешь ты? Эй, алло, я же... Алло, да, фига? Да, да, да. Не надо мне ничего предлагать? Нет, ни один, нет, нет, не надо, нет. Уфиг знает когда? Ага. Ну давай пока. Покажи руки. Мыл? Ну-ка, поверти. Ну ладно, смотри у меня. Продолжай. В аппарате имеется возможность подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi и спутниковый приемник A-GPS. Для работы с навигацией используются карты Nokia Maps. Номинальное время работы от аккумуляторов в режиме разговора 10,5 часов. Это, конечно, если все подключать. На самом деле такое время редко соответствует действительности. Но 2-2,5 часа рабочих нагрузок с доступом к интернету, немножко GPS, немножко разговоров смартфон вполне выдерживает. При цене в 16,5 тысяч рублей этот аппарат выглядит очень неплохо. Отличное качество сборки, отличная функциональность, клавиатура, экран. Рекомендуется любителям хороших смартфонов. Голос верни. Но мы только посмотрим. Голос кончает дурить, верни телефон. На, возьми. Моя прелесть. Еще раз. И родители вызову, понял? С вами был инспектор Гаджер. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки. Фига-искусительница. Да, фига. Ну, просил же тебя не беспокоить во время эфира, да. Фига-искусительница. Инспектор Гаджер. Да. Сколько? Беру. Пять? Да. Моя прелесть. Пошел в лонг. Да. Да-да-да. Да-да-да. Хе-хе-хе. Да-да-да-да. Да.